Привет! С вами Корней. Сегодня я хочу поставить эксперимент, посвящённый свойствам пирамидок. Эта пирамида имеет те же самые пропорции, что и египетские пирамиды. Считается, что внутреннее пространство каким-то образом меняет свои свойства. А также, эта пирамида оказывает некое воздействие на любые предметы, помещаемые внутрь неё. Это теоретически. Чуть позже я расскажу, как такую пирамидку можно сделать. Но сейчас мы перейдём к эксперименту. Я хочу проверить, какое влияние оказывает пирамидка на хранение продуктов. Мы возьмём два кусочка хлеба от одного батона. Поместим на них две помидорки. Два кусочка от одной помидорки. Это важно, чтобы хлеб и помидоры были абсолютно идентичными. Теперь эти своеобразные бутерброды я помещу в контейнеры. Почему именно в контейнеры, а не сразу в пирамидку? Потому что в контейнерах двух наших образцов будет абсолютно идентичная среда. Одинаковый микроклим. Поэтому если какая-то разница между ними появится, то это будет связано с чем-то иным. А не с условиями хранения как таковыми. Теперь один контейнер я помещаю в пирамидку. Она у нас особенная. О конструкции, как я уже сказал, я расскажу позднее. Один контейнер в пирамидку. Один оставляем обычным. У нас тут есть своеобразный способ закрываться, фиксироваться. Теперь, и этот контейнер, и тот контейнер, что в пирамидке, вместе с пирамидкой, я помещу в кладовку в темное место. Это уже для того, чтобы условия хранения были одинаковыми абсолютно. Потому что все-таки пирамиду дает некую тень. Свет тоже может оказывать влияние на хранение продуктов. Итак, я помещаю два наших образца в кладовку. И через несколько дней мы посмотрим результаты. Теперь я вам расскажу, как такую пирамидку можно изготовить. Она очень удобная. Потому что, когда она вам не нужна, вы можете ее вот таким образом сложить. И спокойно хранить. Между книг или где вам удобно. Эта пирамида имеет квадратное основание 20 на 20 сантиметров. И четыре треугольные грани, которые к этому основанию крепятся. Я подобрал размеры таким образом, чтобы было удобно вырезать из альбомного листа. Эти размеры нужно соблюдать. Потому что, именно соблюдая эти пропорции, вы получите такую пирамидку с такими же пропорциями, как египетская. Итак, основание треугольной части 20 сантиметров. Это вот эта часть, которая крепится к квадрату. От неё, под прямым углом, вы отмеряете 17 сантиметров. И получаете точку. К ней проводите две линии. И искомый треугольник у вас получен. От одной из сторон треугольника, вы произвольно обчерните два выступа, которые потом позволят эти грани между собой закреплять. И всё это вырезаете по контуру, который здесь показан жирной линией. Когда вы собираете пирамидку, то один из выступов вы оставляете снизу, а другой закрёстываете сверху. И так поступаете с каждой из грани. В процессе сборки она может вас не слушаться. Но когда всё до конца собрано, пирамида получается прочной. И вы можете ей пользоваться. С начала эксперимента прошло 30 дней. Наши оба образца испортились. Я проверял образцы с промежутком каждые 10 дней. И на 10 день, и на 20 день. Ни помидорки, ни хлеб практически не менялись. Это заставляет задуматься о том, какое количество консервантов и антибиотиков может содержаться в продуктах, которые мы едим. Но вот за последние 10 дней произошли резкие изменения. Образцы испортились. Но испортились они как-то по-разному. Итак, образец, который хранился вне пирамидки. Помидор здесь явно поменял свой цвет. Он приобрёл желтоватые оттенки. Можно даже сказать, коричневые оттенки. В то же время, колония плесени, которая образовалась на краешке хлеба, совсем небольшая. В образце из пирамидки, мы видим немного иную картину. Помидорка в меньшей степени поменяла свой цвет. Желтоватого оттенка нет точно. Колонии плесени, зато очень крупные. И появилась какая-то жидкость, напоминающая сок. Но конечно, я бы не рискнул эту жидкость пить. Таким образом, мы можем сделать вывод, что энергетика пирамиды, каким-то образом влияет на продукты. Хотя она не способствует их сохранению. Продукты испортились практически одновременно. Но вот сами процессы несколько иные. Я до сих пор только внешне рассматривал их. И сейчас, когда я снимаю, хочу в первый раз рассмотреть образцы более подробно. Попытаться тут что-то поднять и посмотреть. Так. Ну вот. Как-то так. И образец, который вне пирамидки. Что интересно, здесь помидор более плотный остался. Меньше подвергся разрушению. В то же время цвет его намного хуже. Ну что ж. Пирамида каким-то образом влияет на биологические процессы, проходящие в ней. Хотя это нельзя назвать сохранностью продуктов. Как-то микроорганизмы размножаются иначе. Этот процесс, это явление требует дальнейшего исследования. Я думаю, что я это в своё время продолжу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.